Амброзия засоряет поля, огороды, сады, виноградники, луга и пастбище. Неприхотливые, выживающие в любых погодных условиях растения, особо опасны в период цветения. Пыльца амброзии вызывает острые аллергические заболевания, вплоть до приступов бронхиальной астмы и отека квинки. Животный темп роста болезни, только взрослого населения, она составляет более 103%. Порядка тысячи человек в летний период теряют трудоспособность, что приводит к определенным экономическим поведениям. С 2007 года на всей территории Кубани на амброзию действует карантин, введенный постановлением губернатора Александра Ткачева. В Анапе на постоянной основе функционирует межведомственная комиссия по уничтожению амброзии и другой сортной растительности. В состав комиссии входят специалисты управления сельского хозяйства, капитального строительства, управления ЖКХ, муниципального контроля и управления по санаторно-курортному комплексу, а также представители федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Еженедельно члены комиссии выявляют землепользователей, не приступивших к уничтожению амброзии на своих участках. К участию в таких проверках привлекают специалистов администрации сельских округов, сотрудников УВД и председателей домовых и квартальных комитетов. На всей площади многолетних насаждений проведена трехкратная обработка почвы, удовлетворительное фитосанитарное состояние многолетних насаждений на предприятии СП «Россия» и «Возрождение». В критическом состоянии находятся виноградники в ЗАО «Русская лоза», которая уже более двух лет находится в банкротстве. В Анапе систематически обнаруживают заросли амброзии на территориях трансформаторных подстанций, вдоль полосы отвода железнодорожных путей, вокруг частных домовладений в Алексеевке и вблизи индивидуальных жилых домов по улице Советской, Парковой, Трудящихся, Чехова, Гоголя, Некрасова и Краснозеленых. По результатам проверок, проведенных специалистами Управления муниципального контроля, только с 15 по 16 июля обнаружено 76 объектов, где произрастает амброзия и работы по ее уничтожению не ведутся. В 2014 году обследовано более 16 тысяч гектаров земель, выписано 45 предписаний, составлено 27 протоколов на физические лица, 10 на юридические. Проверено 27 землепользователей, из них 7 сельхозпредприятий всех форм собственности. Также растение имеет очень мощную корневую систему, которая забирает из почвы все питательные вещества и большой полезной влаги. И к тому же дает большой полезный семян. Одно взрослое растение, оно не культура, оно дает 8 тысяч семян, которые опадают в почву. Даже если семена не дозревают, они свой 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 сохраняет и сохранятся в почве до 30 лет. Ликвидация амброзии и другой сорной растительности – одна из первостепенных задач органов местного самоуправления. В области санитарного благополучия населения и гостей нашего курорта. И работу в данном направлении на планерке поручили усилить и главам сельских администраций, каждому отделу и управлению администрации. Нарушители санитарного порядка ждут штрафы, а в случае дальнейшего игнорирования требований уничтожить сорняк, другие административные санкции, вплоть до изъятия земель. Продолжение следует...